Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Мария Петрикова, я руководитель отдела по работе с путешественниками, работаю в компании RD2, и на протяжении двух с лишним лет, у меня вот два года и несколько месяцев было недавно, я живу на острове Бали. Вот, ну за это время я путешествовала по соседним странам, путешествовала в Россию на один месяц, ездила в отпуск, так сказать, и все остальное время проводилась здесь, на Бали, работала с путешественниками и занималась очень такой интересной работой. Поэтому я, как никто другой, могу вообще вам рассказывать про поездку на Бали и про свободные путешествия. Теперь мне интересно познакомиться с вами, напишите, пожалуйста, в чат, есть среди нас те ребята, кто уже свободно ездил в какую-либо страну, то есть без туроператора, без путевки, без пакетного тура, вот просто купили билет и в один конец поехали. Давайте напишем свои ответы. Ирина ездила из Красноярска. Мария. Лена. Так, то есть, в принципе, у нас сегодня такая компания подобралась достаточно прокачанная, и у всех есть хороший опыт путешествия. Здорово, значит, вы будете меня дополнять, и мы будем с вами общаться, делиться информацией, и вы будете, возможно, какие-то моменты уточнять, если я что-то не скажу. Также среди нас есть ребята, которые не ездили, это тоже круто, потому что для вас сегодня будет очень много открытий, очень много информации, которые вам поможут спланировать свое свободное путешествие, и сегодня будем говорить конкретно о острове Бали. Как все-таки подготовиться к путешествию на остров Бали, что с собой взять, и основные моменты, которые мы рассмотрим, это документы, которые нужно с собой взять. В следующий момент мы поговорим о том, как реализовать свое пребывание на острове, а именно про визу. Ну, авиабилеты, наверное, один из самых важных вопросов, ради которого сюда пришли многие ребята, насколько я знаю, как купить все-таки дешевые авиабилеты, и как прилететь на наш остров. Следующий момент, который мы обсудим, это страховка, очень важный момент, я о нем люблю говорить максимально подробно, потому что это наша жизнь, наше здоровье, об этом мы сегодня тоже все обсудим и поговорим. Следующий момент, это цены на Бали, что, сколько стоит, где, что купить, как, на чем можем сэкономить. И последний вопрос, который мы рассмотрим, это услуги, которые вы получаете как выпускник тренинга, как победитель конкурса «Билет на Бали». И в конце вас ждет очень крутой бонус, возможно, кто-то о нем уже знает, но кто не знает, я буду об этом рассказывать, и поэтому будет много интересной информации. Сегодня вебинар мы постараемся провести в рамках одного часа, уложиться, но потом буду отвечать на вопросы. Но также вы можете задать свои вопросы сейчас по ходу вебинара в чат, и я буду на них отвечать. И таким образом у нас будет такая интересная работа, будем общаться, и моя рекомендация, сразу какие-то моменты вы можете записывать, чтобы потом у вас что-то лучшее отложилось в голове. Запись этого вебинара будет сразу, предвосхищая вопросы, но тем не менее лучше что-то записывать. Ну что, если нет каких-то организационных вопросов, тогда поехали, начнем. Самый главный документ, который нам нужен в любой поездке, это, конечно же, заграничный паспорт. Без него мы не сможем поехать не только в Индонезию, но и в большинство стран без заграничного паспорта не пускают. Поэтому, если вы в ближайшее время планируете на остров Бали, вот прямо сейчас откройте свой паспорт, да, вот если он у вас под рукой, возьмите его и проверьте срок действия. Он должен быть не менее 6 месяцев с даты въезда в страну. Это очень важный момент, потому что из-за вот такой, ну, казалось бы, небольшой погрешности, может, вы тут планируете неделю провести, но срок действия паспорта у вас недостаточный. Вас просто могут, ну, не впустить в страну, к сожалению. У меня в практике был такой опыт, когда к нам летел победитель конкурса «Билет на Бали», он заранее не проверил паспорт. Его не то, что не впустили в Индонезию, получилась такая ситуация, что его даже из России не выпустили. Вот, поэтому мне не хочется, чтобы у нас с вами были какие-то проблемы в этом плане. Прямо сейчас откройте паспорт и проверьте срок его действия. Если срок действия недостаточный, то его, пожалуйста, замените. И также убедитесь, что у вас есть свободные страницы для визы, потому что у нас группа прокачанная сегодня, очень много свободных путешественников. И, возможно, может быть такая ситуация, что у вас просто уже нет мест, да, то есть у вас там куча виз разных стран. Убедитесь, чтобы для визы индонезийской у вас хватило места. Вот, если у вас еще нет загранпаспорта, то его следует получить. Это все достаточно легко делается. В вашем родном городе нужно прийти, подать заявление и получить паспорт. В этом вопросе, я думаю, каких-то уточнений, да, особых нет. Если есть какие-то вопросы, можете задавать их в чат. В принципе, тут все просто. Следующий момент – это виза. Самый важный вопрос, и тут у меня есть приятные новости. Возможно, кто-то о них не знает. Теперь не только гражданам России, но также Украины, Казахстана и Белоруссии можно находиться на территории Индонезии до 30 дней без визы. Это очень крутые новости, они уже, ну, наверное, месяца 3-4 назад вступили в свою силу, к нам приезжают ребята из этих стран. Поэтому, если вы счастливый гражданин России, Украины, Казахстана или Белоруссии, вы можете вообще не париться и не получать визу 30 дней и жить спокойно на острове. Вот. Но если вы въезжаете бесплатно, да, не получаете визу в Индонезию, вам не предоставляется возможность продлить эту визу. То есть вы можете находиться на территории Бали только 30 дней, а потом нужно будет выехать из страны. Какие тут есть, ну, варианты развития событий? Если вы прилетели просто на месяц, да, ну, вы спокойно возвращаетесь в свою страну. Но у нас есть много историй, когда люди просто сжигают свои обратные вилеты, потому что Бали – это настолько трансформационный остров, что ты приезжаешь с одним, да, каким-то посылом. Ну, вот, например, я приехала сюда, думала, проведу 2 месяца. В итоге роман с островом продолжается уже третий год. И это я к чему говорю? Поэтому тут нужно какие-то искать ходы-выходы с вашей легализацией, да, с легализацией вашего пребывания. Какие есть варианты? Можно летать каждый месяц, да, на визаран. Это не очень удобно. Можно получить визу, 35 долларов она стоит, ее можно получить гражданам России и Белоруссии. И вы можете находиться здесь 2 месяца. То есть вы месяц находитесь без проблем, и за неделю, примерно за полторы недели до конца визы, вы подаете заявление на продление визы. Можно это сделать самостоятельно здесь, в миграционном центре. Когда вы приедете на Бали, мы вам здесь все это расскажем. Объясним, как это все лучше оформить. А можно поехать к агентству, да, отдать свой паспорт агенту, и он за вас все это сделает, и вам вообще там не придется париться. Единственное, вам придется один раз ездить в миграционную службу и сдать отпечатки пальцев. Здесь с этим строго. То есть нужно при продлении визы один раз ездить, сдать отпечатки пальцев. И, в принципе, вы 2 месяца можете находиться здесь без выезда. Если вы планируете остаться на длительный срок, более чем 2 месяца, то необходимо получить визу заранее. Можно получить в вашей родной стране, но я знаю, что в Украине, например, есть проблема, что ребятам просто отказывают в визах. Их там с третьего раза могут выдать, а могут вообще не выдать. Поэтому сейчас расскажу такую фишку. Возможно, вы о ней знаете, возможно, нет. Вот, я и поделюсь. Лучше всего получать визу в какой-то третьей стране, не в вашей родной. Например, это может быть Таиланд в Бангкоке, Сингапур или Малайзия. В Малайзии проще всего получать в Куалумпуре. Ну, там есть определенные такие подводные камни. Если интересно, мы потом с вами об этом подробно поговорим. Лучше всего на острове Борнео, в Котике на бал в городе, либо на острове Пинанг. Получать социальную визу. Социальная виза дается либо на 30, либо на 60 дней, но с правом продления до 6 месяцев. То есть, таким образом, вы можете провести на Бали без выезда, продлевая визу каждый месяц в течение полугода. Это, на самом деле, очень классный, очень удобный вариант, но для этого вам нужен спонсор. Без паники, то есть, вам не нужно сейчас что-то делать, да, срочно знакомиться с индонезами. В принципе, спонсорское письмо, приглашение можно получить. Получить его достаточно легко, купить его у агентства. То есть, оно стоит буквально 2000 рублей. Ну, то есть, в принципе, там буквально какие-то копейки и никаких проблем не будет. То есть, можно найти самостоятельного спонсора, можно просто купить его у агентства. Я сейчас вам скидываю ссылку в чат. Если она пришла, поставьте, пожалуйста, плюс. Девушку зовут Алиса, она живет здесь на Бали и занимается продлением социальных виз, как раз-таки легализацией вашего пребывания. Скопируйте, пожалуйста, эту ссылку, сохраните где-нибудь в блокноте, да, у себя, чтобы вы знали, кому обратиться по этому вопросу. Не потеряйте эту ссылку. Вы можете с помощью Алисы получить визу, спонсорское письмо и вот все такие штуки, чтобы спокойно жить здесь на острове. Ребята, слушайте, а кто-то уже был вообще именно на Бали в Индонезии? Напишите, пожалуйста. Потому что, если у вас много каких-то вот штампиков о влете, прилете на Бали, могут быть тоже определенные вопросы, ну, с вашим пребыванием здесь на острове. Потому что, когда я очень часто вылетала туда-обратно, у меня уже так, ну, на паспортном контроле спрашивают, а что-то вы так часто сюда прилетаете. Ну, и приходится рассказывать разные красивые истории, но в целом, в принципе, проблем нет. Так, вот тут много ребят, кто уже был, есть кто не был. Но паспорт уже обновили, отлично. Если вы были немного, да, там пару раз вылетали, вообще проблем не будет. Просто у меня уже очень много штампиков и у меня, соответственно, разные вопросы, ну, задают, да, сотрудники пограничного контроля. Вот, поэтому мне периодически полезно летать в Россию. Это, ну, как-то потом смягчает вопросы пограничных сотрудников. Так, Александр задает вопрос, можно 30 дней провести на Бали, вылететь куда-то рядом, например, в Сингапур вернуться и уже купить визу за 35 долларов. Да, Александр, без проблем, можно это все сделать. На самом деле, раньше я так и делала, вот, пока не получала социальную визу, наверное, месяцев 5 я летала, потому что мне просто было интересно посмотреть соседние страны. Я за это время была несколько раз в Сингапуре, в Малайзии, ну, вот, все, что можно, да, тут объездила, потому что тут есть очень дешевые авиалинии, которые летают именно по Азии, можно, ну, просто с рюкзаком за плечами, ноутбуком, поскольку мы все удаленщики, летать, вот, ну, буквально, в буквальном смысле весь мир у вас на ладони, то есть, ну, это очень удобно, и здесь все это, ну, недорого. Например, я видела как-то билеты в Австралию, можно было за 900 рублей долететь. Была такая акция, ну, то есть, это копейки, там, конечно, уже другой вопрос с получением визы, но границы здесь достаточно свободные, можно летать и путешествовать. Так, еще вопросы. Как насчет виз для детей? Мария, для детей те же самые условия, таких-то тут, ну, определенных моментов нет, все то же самое. Напомните, пожалуйста, для чего спонсорское письмо. Спонсорское письмо вам понадобится, если вы хотите оформить социальную визу на длительный срок, то есть, должно быть приглашение от третьего лица, от Индонеза, с тем, что он несет за вас ответственность, и чтобы, вот, просто миграционная служба, ну, да, поняла, что вы надежный человек, за вас вручается житель этой страны, и спокойно вам, без зрения совести, оформить визу. Именно для этого нужно спонсорское письмо. Но это нужно только в том случае, если вы планируете, ну, длительный срок здесь провести. Если вы просто в отпуск слетать, не парьтесь, это совершенно вообще не нужно. Так, с визой разобрались, можем идти дальше, или есть еще вопросы? Вот, вопросов пока нету, я думаю, что можем идти дальше. Документы на паспортном контроле. Ребят, очень важный вопрос, пожалуйста, уделите ему соответствующее внимание, потому что, ну, могут возникнуть проблемы. Ну, по поводу загранпаспорта мы уже обсудили, да, все знаем, какой паспорт нужен. Миграционная карта. Она выдается в самолете незадолго до посадки. Так, вопрос. Ученические визы тоже можно сделать? Да, можно сделать, но они здесь не настолько популярны, но если интересно, я могу скинуть контакты девочке, она у нас тоже РД-2-шница, длительное время живет на острове, она здесь получает образование. Вот, я, честно говоря, не помню, на кого она учится, вот, но у нее тоже есть виза, и она может поделиться этим опытом. Но она вот действительно учится, то есть это не какая-то фейковая виза, она действительно здесь получает образование. Но если вы имеете в виду, вот в Таиланде, я, насколько знаю, очень популярен опыт, получаешь студенческую визу и живешь себе, да, просто не учась. Здесь, в принципе, такое не распространено, здесь проще получить социальную визу, она будет, ну, дешевле, проще и удобней. Вот, в этом плане, ну, наверное, все-таки социальная более удобно, по моему личному опыту. Вот, итак, миграционная карта, я на ней остановилась, она вам выдается в самолете незадолго до посадки. То есть она на английском языке идет стандартная, но не пугайтесь, даже если вы не знаете английский, но там настолько интуитивные вопросы из серии, как вас зовут, какая у вас фамилия, номер серии паспорта, какого числа вы улетели на Бали, да, какого планируете вылететь. Ну, там все элементарно, не переживайте, пожалуйста, вы ее сможете заполнить, вот, если какие-то вопросы будут, мы сможем вам, ну, подсказать, да, там, образец какой-то этой карты, дайте мне где-то был, напишите мне ВКонтакте, я вам сейчас скину свою страничку ВКонтакте, добавляйтесь ко мне в друзья, если будут какие-то вопросы, ну, можно мне писать. Вот, вы ее заполняете, и у вас ее при прохождении паспортного контроля эту миграционную карту будут спрашивать. Далее, подтверждение брони отеля, момент такой интересный, на самом деле спрашивают крайне редко, за мои вот два с лишним года у меня ни разу не спрашивали это, но я знаю случаи, когда спрашивают, поэтому тут, ну, как повезет, да, 50 на 50, но лучше все-таки не гадать, да, повезет вам или не повезет, а перестраховаться, то есть что это такое? Например, у вас имеют право спросить на пограничном контроле, а где вы планируете остановиться. Хорошо, если у вас уже есть бронь какого-то места, где вы планируете жить, вы ее просто показываете, ну, и без вопросов. Но, как правило, наши эрбидважники, да, лично я, путешественники свободные, не имеют какого-то конкретного ваучера на размещение, потому что мы живем в частном секторе, арендуем здесь дома, и хозяин, да, болит, он не всегда может выдать это подтверждение, ну, если только вы не через какие-то системы типа Airbnb бронируете, либо Booking.com. Поэтому нужно зайти на любой сайт, который предоставляет бронирование отелей, ну, я обычно Booking пользуюсь, выбрать отель, где есть бесплатная обмена бронирования, и где не нужно вводить детали вашей банковской карты. Просто распечатать ваучер, потом можно будет отменить эту бронь спокойно, но на паспортном контроле вы можете ее показать. Если вы планируете остановиться в деревне РТ-2, мы вам предоставляем ваучер на размещение, в принципе, он тоже, ну, прокатывает, да, как бы никаких вопросов не возникает. Но если вы где-то в другом месте планируете остановиться, то позаботьтесь, пожалуйста, о подтверждении вот именно этого бронирования на размещение. И также у вас вот этот вот обратный билет из Индонезии, это уже частая история, довольно-таки часто спрашивают, я знаю, такие моменты, когда ребята его не оформляли, им приходилось прямо на границе покупать билеты. Но не то, что они не оформляли, они просто не знали, что можно оформить фейковый билет. И представляете, они покупали просто обратный билет там в Австралию. Купил парень, а ему говорят, а покажите австралийскую визу, а него нет. Ему пришлось еще один билет в Таиланд покупать. Поэтому здесь такая история очень щепетильная. Позаботьтесь о фейковом билете. Я вам сейчас скину ссылку о том, как его оформлять. Просто вопрос достаточно длительный, мы его сейчас прямо разобирать не будем. Ну, есть видеоинструкция на моем YouTube-канале, заходите, посмотрите, как это все оформляется. И так, ну, просто, легко, ничего сложного нету. Вам нужно посмотреть один раз просто видео, немножко разобраться, и сложности не будет. Вот если буронь отеля это все-таки компромиссный момент, фейковый билет прям вот, ну, 100% сделаете, потому что спрашивают в последнее время, расточились правила прохождения паспортного контроля, я спрашиваю довольно часто. Вот, в этом моменте, если есть какие-то вопросы, то сейчас можно задать. Если нет, то мы плавно переходим к теме, где все-таки купить эти самые дешевые авиабилеты, и как мы здесь все летаем, ну, по таким выгодным ценам. Так, вопросов пока нет. Вот, пришел вопрос. Буронь снимать на прилету уже после паспортного контроля. Ирина, знаете, тут на самом деле, ну, такой вопрос, скорее, этический, да, то есть, ну, насколько мы корректно себя ведем по отношению к владельцу этого отеля или гестхауса. Лучше, конечно, заранее снять ее. В принципе, на паспортном контроле, конечно, не будут это проверять, да, я не слышала еще таких случаев, чтобы кто-то в отеле звонил, говорил, отменил человеку эту бронь или нет. Но если вы смотрите в броне отеля, что можно ее отменить в тот же день, вы, ну, можете отменить в тот же день, как только прошли паспортный контроль. Вот, но по факту, если вы выберете бронь без ваших деталей кредитной карты, да, ну, вам ничего не будет, да, то есть, просто вы, может быть, как-то кармически себе навредите, да, с этой точки зрения, что там, ну, подвели хозяина гостиницы, но, как бы, у вас деньги не спишутся. Ну, поэтому лучше, конечно, все-таки ее заранее отменять, вот, чтобы вот эти все такие этические вопросы были соблюдены. Да, можно, в принципе, после паспортного контроля сразу ее снять тут, ну, такой, как вам удобно. Или еще в России сразу. Ну, здесь смотрите, как вам удобно. Можно сразу в России отменить, можно уже по прохождению паспортного контроля. Бронь отеля на 5 дней может быть в качестве подтверждения, если билет обратно через 30 дней. В принципе, да, вы дальше можете, ну, этого будет достаточно. Ну, если вы делаете фейковую бронь, вы можете, конечно, и на месяц делать, там, ну, не принципиально, как правило, в этих системах. Вот, ну, в принципе, на 5 дней тоже без проблем вся эта история прокатывает. Итак, как купить дешевые билеты? Есть, ну, несколько способов, да, поскольку у нас много свободных путешественников, вы, скорее всего, знаете, что такое лоукостовые компании. Кто знает, напишите, пожалуйста, в чат, может быть, кто-то летал. Если не знаете, напишите, что нет, чтобы не понимать, насколько подробно на этом моменте останавливаться. Да, ну, я так и думаю, что у нас группа очень продвинутая, все свободные путешественники, все об этом знают. Вот, ну, ладно, начнем. Самые популярные есть такие сайты-авиагрегаторы. Что это такое? Это система, которая собирает разные предложения разных авиакомпаний с разными полетными участками. У них есть определенные условности, да, договоренности с этими авиакомпаниями. Они обычно получают какой-то процент от продажи авиабилета. Самые популярные авиагрегаторы – это SkyScanner, Mamonda, Ozon и Aviasales. Ну, это вот такие самые, наверное, популярные. И они выдают, как правило, такие интересные цены, выгодные предложения. Ну, и наши путешественники, кто пользуется авиагрегаторами, обычно смотрят через эти сайты. Но через них не всегда выгодно. То есть бывают какие-то моменты... Так, Мария, какой-то вопрос странный пришел на английском. А, это название сайта. Да, Flight Google. Я им не пользовалась, но, в принципе, если у вас есть такой опыт, да, вы можете сейчас напишите подробно просто, насколько там хорошие цены. Лично я им не пользовалась. Я обычно, ну, летаю лоу-костовыми компаниями, либо напрямую покупаю у авиакомпаний. Да, самые дешевые билеты там. Интересно, я посмотрю этот сайт. Вот. Сейчас прям себе в закладку его добавила. Спасибо. Да, вот, ну, в общем, на авиагрегаторах, ну, такая цена, она не всегда самая выгодная. Но есть вот такой способ. Вы можете зайти, например, напрямую на сайт авиакомпании. Здесь есть ребята из Новосибирска, Иркутска, Улан-Де, например. Ну, или вот из тех городов, где очень много полетных программ, компания Seven. Я знаю, что вот из Новосибирска, Улан-Де, Иркутска особенно выгодные цены выдают из Seven на перелет из Бангкока. Например, из моего родного города Улан-Де можно до Бангкока долететь всего за 10 тысяч рублей. Ну, бывают такие тарифы там, не всегда, конечно. Но это очень выгодно. Допустим, смотрите, вы заходите на сайт Seven, покупаете там билет Иркутска-Бангкок, к примеру. А из Бангкока вы заходите на сайт Лоукостер, Аэр-Азия, например, Джетстайры или Тайгер Эйрвейс. Но обычно это Аэр-Азия, все-таки самые выгодные тарифы у них. И там покупаете билет, ну, за 10 тысяч рублей, например, уже из Бангкока до Ден-Пасара, до острова Бали. И, ну, вообще там будет у вас копейки, у вас таким образом билет обойдется в 20 тысяч рублей. Но, конечно, такие тарифы тоже надо поискать, бывают акции. Вот, были вот недавно тарифы, можно на Seven было долететь без пользования вот этими лоукостерами за 37 тысяч рублей с острова Бали до Иркутска и обратно с Иркутска до Бали. То есть, ну, это выгодно на самом деле, можно смотреть, таким образом стыковать билеты. Да, Аэр-Азия супер, ну, тут добавить нечего, что есть, что есть. Это действительно очень классный сайт, который выдает очень крутые цены. Мария, спасибо за правильный адрес, я изучу и буду рекомендовать ребятам, если действительно там хорошие цены. Вот, что такое лоукостеры, да, для тех, возможно, кто не знает, это авиакомпании. Цены на билеты там снижены за счет того, что в питание не входит, например, в полетную программу питания, какие-то дополнительные сборы за багаж, все вот такие мелочи, которые в обычной авиакомпании включены, да, там, чашка горячего чая и плед, здесь это все за дополнительную плату. Поэтому цены здесь, ну, гораздо ниже и какие-то приятные предложения там могут быть. Но поскольку перелеты по Азии здесь, в принципе, они не длительные, вполне можно пользоваться вот этими сайтами. Там питание можно купить отдельно или взять с собой бутерброд в путешествии пожелать, да, ну, как бы это очень удобно. По Азии летать это действительно очень выгодно. Далее я привела несколько авиакомпаний, через которых можно покупать авиабилеты, ну, такие популярные. Если вы, например, летите большой семьей, с детьми, да, предположим, то вам не всегда удобно, да, вот, пользоваться лоукостовыми этими сайтами, либо лететь с двумя-тремя пересадками. Обратите внимание на сингапурские, тайские, катарские, гонконгские авиалинии, они летают обычно с одной пересадкой, да, то есть там будет у вас в Гонконге, Сингапуре, в Таиланде или в Катаре. Ну, это очень удобный вариант, если вы летите с детьми. Наиболее популярные, недорогие рейсы, там уже больше одной пересадки, как правило, но, опять-таки, нужно смотреть. Не всегда бывают, да, это Эмиратес, катарские авиалинии и этих Аэриэйс. Это наиболее такие, ну, бюджетные авиалинии. Так, вопрос от Виктора. Мария, скажите, пожалуйста, с Украины с какими пересадками лучше? Здесь очень интересный вопрос. У нас много путешественников прилетает с Украины, кто-то летит через Европу. С пересадкой во Франции там бывают рейсы. Кто-то через Стамбул летит, тоже очень выгодно. Некоторые летят через Москву. Вот, есть такие стыковки через Арабские Эмираты, через Катар, и потом вы можете долететь до Ден-Пасара, да, до острова Бали в аэропорт Нгурах-Рай. Бывают такие пересадки, например, вы можете полететь в Киев-Стамбул. Стамбул идет там, по-моему, Арабские Эмираты идут, и потом еще будет пересадка в Джакарте, и с Джакарты вы уже прилетаете на Бали. То есть вариантов очень много, но если вы с детьми, там не все удобно, конечно, нужно фильтровать. Вы посмотрите через Стамбул, это наиболее популярный вариант, через Европу, обычно через Францию я сталкивалась с ребятами, что летали. Вот, ну и можно посмотреть вылеты из Москвы, если вам это будет удобно, обратите на это внимание. Если, ребята, кто-то есть из Украины, кто был на Бали, сейчас будет классно, если вы поделитесь опытом, как летали именно вы и Виктору, это будет действительно полезно. Вот, поэтому напишите, пожалуйста, в чат, чтобы было больше вариантов выбора у Виктора. Киев-Бангкок, да, такой вариант тоже есть. Вот, дальше, смотрите, ребята, еще несколько фишек. Когда вы ищете билеты, все вот эти поисковые системы, особенно если вы авиаагрегаторами пользуетесь, они устроены очень хитрым образом. Если вы, например, несколько раз делаете один и тот же поисковый запрос, может быть такое, что вам выдают цену выше, да, например, вы Москва-Бали, Москва-Бали, да, несколько раз в день запрашиваете, ищите какие-то вкусные варианты полетных программ. И вот потом можете обратить внимание, что цена постепенно начала вдруг на ровном месте увеличиваться. Это вот фишка поисковых программ, чтобы сделать эффектный ажиотаж, что билеты заканчиваются, цена растет, бронируйтесь скорее. Это очень хитро сделано, поэтому чистите, пожалуйста, куки, да, заходите в браузер через страницу инкогнито, чтобы вас не фиксировала вот эта вот штука, да, скажем так. И такие моменты могут быть, если вы заходите, например, с планшета, да, или с компьютера, или с макбука, цены могут тоже варьироваться. Я слышала, что с планшета цену иногда бывает выше выдает, да, то есть если у вас яблочная продукция, компания Apple, например, тоже есть вероятность, что цена может быть выше. Поэтому пробуйте с разных средств заходить, с разных компьютеров. Цена, она, конечно, не принципиальная, да, там на 10 тысяч рублей изменится, но вот какое-то колебание может быть. Ну, как бы сэкономить там небольшую сумму тоже приятно. Так, как инкогнито заходить, да, что такое куки? Вы можете это загуглить на самом деле, да, техническая сторона. Например, смотрите, вот я сижу сейчас через браузер Google Chrome, тут есть такая вкладка, файл называется. Доходим в эту вкладку, и там есть новое окно в режиме инкогнито. Вы ее нажимаете, и у вас вот эта страница, она нигде не будет фиксироваться, то есть никто не будет знать, что вы зашли в это, ну, анонимно, скажем так, зашли, и никто не зафиксирует, что вы сидели там на каком-то определенном сайте. Вот, а куки это, не знаю, как это правильно техническим языком объяснить, да, скажем так, ну, такая штука, которая тоже фиксирует историю ваших поисковых запросов. Вы просто можете их почистить, это тоже через настройки браузера делается, чтобы он удалил там все ваши вот эти поисковые запросы. Вот, Виктор какой-то сайт скинул. Интересно, что за сайт? Вот, ну, в общем, вы эту техническую часть можете еще погуглить, да, как их правильно почистить, чтобы вы тут не накосячили. Ну, на самом деле тут все легко, вы просто заходите в настройки браузера, и там есть прям кнопка почистить, кэш, да, вот, и там у вас все будет в этом в порядке. Ну, еще я не остановилась не так подробно на покупке авиабилетов самостоятельным образом, да, то есть все-таки не через авиаагрегаторы, а пробуйте, смотрите на сайтах авиакрегатора, компаний, на лоукостовых сайтах, и собирайте билет вручную, это может быть дешевле. То есть пробуйте, это не всегда удобно, но если вы хотите все-таки получить те азы свободного путешествия, скажем так, сэкономить какие-то деньги, это будет удобно. А, скрин, да, ну, Виктор, отлично, спасибо за скрин, я думаю, что сейчас вопросы решатся. Алексей пишет, что наоборот, на планшете ниже. Да, ну, вот бывает по-разному, иногда так выдает, иногда так, просто поэкспериментируйте, пронаблюдайте, на каком вашем гаджете, да, цена выше, на каком ниже, и с того и бронируйте. Вот, такие штуки, к сожалению, имеют место быть. Так, ну что, идем дальше. Так, скажите, пожалуйста, у вас следующий слайд загрузился, у меня почему-то не загружается. Напишите в чат, появился ли у вас следующий слайд. Слайд появился. Хорошо, значит, это у меня почему-то не появляется, ну, я так расскажу. Следующий слайд у нас, по идее, идет страховка. Что вообще за страховка, да, для чего она нужна? Это очень важный момент, потому что, ну, многие свободные путешественники, путешественники с опытом злоупотребляют этим моментом, они просто не оформляют страховку. Ну, это, в принципе, тоже, да, от человека зависит, я не хочу там навязывать свое мнение, но все-таки я считаю, что это очень важно, потому что за два года на Бали я насмотрелось очень много разных страшных историй, неприятных историй, когда люди разбивались с байкой, теряли память, ломали себе руки-ноги, попадали в больницу, и у них просто не было страховки. Медицина в Индонезии очень дорогая, то есть один день, проведенный в клинике какой-то, может обойтись вам в 700 долларов, ну, в зависимости от той ситуации, с которой вы попали. Если у вас будет страховка, если она будет, ну, адекватная страховая компания, которая там несет ответственность за вас, то она будет, ну, бесплатно покрывать, да, все эти расходы. Мартышку укусила, да, мартышка тоже кусает, но с мартышками здесь как-то все проще, ну, не так дорого это будет стоить, а вот если что-то такое страшное происходит, ну, могут быть неприятные моменты, и отдых может несколько омрачиться, поэтому лучше все-таки об этом позаботиться заранее, вы у себя одни, жизнь у вас одна, и себя надо любить, холить или лей, поэтому я двумя руками все-таки за страхование своей жизни, за страхование своей жизни в путешествии, потому что, ну, кто о нас позаботится, если не мы сами, или, потому что, ну, стоматология, да, вот какие-то элементарные вещи, все-таки это лучше бесплатно получить, да, чем вы здесь будете платить. Особенно вот я живу здесь три года, два с лишним года, хочется мне преувеличить, сказать, что три года, вот, и у меня постоянно возникают какие-то проблемы, то есть бывают какие-то инфекции, да, это все-таки Азия, другая страна, бывают какие-то вирусы, например, Денгель здесь очень популярен, какие-то просто отравления. Так, это у всех зависло или нет? Нет, все в порядке, зависло, да? Хорошо. То есть это другая страна, это Азия, это целый мир, особенно если вы летите с детьми, то, ну, на самом деле не требуется каких-то специальных прививок, ну, просто может быть некая адаптация организма, и сделайте страховку, не пожалейте каких-то денег, но вы просто будете себя хорошо и безопасно чувствовать, и, ну, в случае чего у вас будет вот это страховое покрытие. И на этом слайде я привела названия страховых, которые, ну, наиболее популярны, да, есть, конечно, еще много других страховых компаний, возможно, очень хороших, да, но здесь не указано, если вы пользуетесь какой-то другой, и у вас есть классный опыт, напишите об этом. Вот, но обычно путешественники чаще всего у нас покупают согласие Ренессанс Либерти. Я долгое время пользовалась согласием, пока они не повысили тарифы, сейчас у них там страховка, ну, достаточно дорого уходит, вот, но я очень вообще люблю и любила эту компанию, у них все на высшем уровне. Вот, но потом они повысили цены, я перешла на другую страховую, онлайн-страхование Trip Insurance, вот внизу я привела, и РВ Trip Insurance. Чем удобны эти страховые? Что можно просто зайти, зайти на их сайт, и независимо, гражданин какой страны вы, да, где вы находитесь в данный момент. Вы просто берете и покупаете эту страховку, и все, да, потому что у согласия, например, нельзя купить страховку, будучи на Бали, нужно прийти в их офис, оформить документы, и вся вот эта бюрократическая история будет. А я здесь живу на Бали, мне вот удобно в онлайне покупать. Я вот пользовалась, в принципе, и РВ страхованием, и Trip Insurance, но вот вторая страховая Trip Insurance мне, ну, больше понравилась по моему личному опыту, потому что вот в РВ у меня просили открывать франшизу. В Таиланде нужно было заплатить какую-то небольшую сумму за то, чтобы мне оказали вот медицинские услуги. Обращайте внимание при покупке страхового полиса на то, нужно ли открывать франшизу, да, вот эту самую, этого не должно быть. То есть у вас должно быть страховое покрытие сразу полностью, без дополнительных оплат на месте. Уточняйте это у вашего страхового агента, либо на сайтах, если вы покупаете. Смотрите на срок действия страховки, да, потому что здесь такой очень хитрый момент. Не все страховки подходят для долгого путешествия. Некоторые страховки, например, стоят очень дешево, там, полторы тысячи рублей, две тысячи рублей на год. Как правило, ну, не всегда, да, но, как правило, там есть подвох. То есть она, например, работает как, каким образом? Вы 60 дней живете на Бали, и у вас страховка действует, да. Потом, когда у вас прошло 60 дней, страховка не действует. То есть вам нужно вылететь в Россию и вернуться обратно на остров, чтобы она у вас снова была в рабочем состоянии, и вы могли ей пользоваться. Это неудобно, друзья, поэтому обращайте на такие моменты внимание. Вот. Я также привела компании для Украины, для Казахстана наиболее популярные, которыми пользуются наши ребята. Вы можете выписать себе, вот, и пойти узнать, какая там история со страховыми компаниями. Вот, ребята, кто свободно путешествует, напишите, пожалуйста, мне интересно, вы уже вообще покупали? Страховку. Или вы обычно без страховки путешествуете? Мне это лично интересно, как вы обычно путешествуете. Напишите, пожалуйста, в чат. Всегда. Да, Татьяна и Лена, это очень важный вопрос. Вы молодцы, что покупаете страховки. Я двумя руками за страхование своей жизни. Прекрасно. Дальше идем. Что взять с собой? Тоже важный момент. Начнем разбираться. Обязательно возьмите с собой несколько банковских карт. Я вот здесь положила свои банковские карты. У меня на данный момент 4 банковские карты. Ну, было больше. Было 5. У меня просто одну карту взломали. Такие тоже мошеннические операции бывают с банковскими картами. И если с вами происходит такое, что у вас взломали банковскую карту, ее заблокировал банк, ее украли, вы потеряли, нужно иметь запасную. То есть вот у меня сейчас 4 карты, но по факту я пользуюсь одной картой. Но если с ней что-то случится, у меня есть еще там одна долларовая карта, и вот две Сбербанка. Ну, мой личный опыт. Сбербанк я не люблю. Не хочу обидеть ничьи чувства, но вот просто у меня постоянно какие-то неприятные ситуации с ним происходят. То у меня он карты блокирует без предупреждения, то еще какие-то истории происходят. То есть с ними как-то вот у меня в этом плане все сложно. Мой любимый банк это Тинькофф. Вот так выглядит его карта Тинькофф Банк. У меня карта Тинькофф Блэк. У них есть разные карты, причем есть карты для путешествия. Это очень круто, потому что, например, вы покупаете авиабилеты по этой карте, у вас там копятся сразу мили. Но это очень удобно. Я ее вообще обожаю. Посмотрите, вот я скинула ссылку на сайт Тинькоффа, где прямо идет перечень всех карт, разных их предложений. У них, ну, несколько карт, 4, по-моему. Вот у меня Блэк, но есть еще разные другие карты. Ну, вот ребята пишут, что все, да, Тинькофф многие пользуются. Да, у них есть бонусы, что есть кэшбэк, да, то есть если вы оплачиваете карты, возвращается обратно. И еще один очень крутой момент. Если вы здесь на Балли, снимаете сумму больше, чем, ну, не только на Балли, а вообще по миру, снимаете сумму больше, чем 3000 рублей, у вас не берется дополнительная комиссия банка. В Сбербанке это 100 рублей, по-моему. Сумма, конечно, небольшая, но все равно такой приятный бонус. Почему бы не сэкономить 100 рублей, да, ну, как бы. На оргзиле некоторые задания стоят 100 рублей, поэтому я вот, ну, двумя руками Затинькофф лучше всего ехать с ним. И еще знаете, когда вы выезжаете, если у вас какой-то другой банк, обратите внимание на то, что вы должны заранее предупредить банк о том, что вы выезжаете на долгий срок. У меня недавно была ситуация с девочкой из Казахстана, что у нее был какой-то банк, я сейчас уже не вспомню, какой банк, она прилетает, а карта не действует. Ну, мы звоним в банк, выясняем, что такое, почему так происходит. А нам пишут, ну, нам в ответ говорят, что нужно было заранее предупреждать, и сейчас, если вы хотите разблокировать карту, чтобы она у вас действовала на острове Бали, вы должны каждый день звонить нам, и мы вам ровно на сутки будем разблокировать. Ну, это вообще глупости, это очень неудобно. С Тиньковым я таких проблем не имела, лучше всего все-таки за него. Яндекс-карта. Яндекс-карта тоже удобная и хороша. Вот, у меня лично нет, поэтому я про нее так подробно не говорю. Многие ребят с ней приезжают. Очень круто, что сразу Яндекс.Деньги, если вы зарплату на нее получаете, приходят, ну, сразу сюда. Вот, тут есть еще такие моменты, многие, ну, такие нехорошие личности, да, скажем так, кто живет на Бали. Ладно, немножко лирическое отступление. Да, вообще, балийцы очень хорошие люди. Они верят в карму, и специально вам никто здесь вредить не будет. Это очень доброжелательные люди. Ну, и по сравнению, например, с Таиландом, да, здесь другая атмосфера. Они верят в Бога, демонов, ангелов. Они делают подношения несколько раз в день, и там, упаси Боже, чтобы вам навредить. Но из любых правил есть исключения, да. То есть туризм все равно в туристических районах нанес такой отпечаток, и бывает, что на банкоматы устанавливаются такие специальные, ну, штуки, которые считывают пин-код вашей карты. Поэтому здесь такой момент. Сделайте, чтобы у вас был вклад в банке, да, вот, ну, какой-то счет, с которым вы будете переводить деньги на вашу карту. Вы там перевели 10 тысяч рублей, пошли в банкомат, спокойно сняли. Потому что если у вас вдруг вы, ну, попадете в банкомат, который считает данные вашей карты, через полгода вы можете узнать, что вам приходит там на телефон смс-ка о том, а у вас, бац, там 50 тысяч рублей сняли с карты. Такое, к сожалению, было. У меня лично два раза такое было с картой Сбербанка. Ну, здесь не Сбербанке дело, это, в принципе, да, такое может быть с любой картой. Поэтому просто делайте отдельный счет и переводите с него на карту. Это более безопасно. Ну, как различить такие банкоматы, я вам расскажу уже на Бали, когда вы приедете, проведу вам инструктаж по безопасности, и, ну, чтобы эти ситуации свести к минимуму. Так, тут вопросы есть. Давайте я сейчас немножко отвлекусь. У меня немножко лента ушла. А почему нужно предупреждать? Банк думает, что карты украли и везли за границу. Да, Ольга, именно поэтому. То есть это, ну, стандартная такая система безопасности. Банк видит, что вы совершаете какие-то нетрадиционные действия. Вот вы, например, сегодня снимали в Санкт-Петербурге, а там прошло несколько часов, бац, вы уже там где-нибудь в Бангкоке снимаете. Конечно, банк беспокоится о вашей безопасности, и все это делается, ну, только для вас, да, чтобы у вас все хорошо было, и никуда там ваши деньги не ушли. Поэтому это, ну, элементарные меры предосторожности. Поэтому позвоните лучше в банк и предупредите о том, что вы уезжаете на какой-то длительный срок. Я обычно на год делаю. Сколько дней делают карту Тинькофф? Алексей, ее делают недолго. Я вот сейчас затрудняюсь сказать, сколько дней. Можно по ссылке, которую я скидывала, зайти посмотреть. Я ее оформляла, когда вот летала в отпуск в Россию. У меня ее буквально, наверное, за дней 5 сделали, что ли, ну, достаточно быстро. А вот Ирина пишет 15 минут. Ну, то есть, наверное, нужно в офис, да, прийти? Вот, я просто в Улан-Де жила, ну, вот в отпуске, и мне вот ее привезли домой, ну, в течение нескольких дней. Ну, недолго. У Сбербанка я недели две, по-моему, ждала ее. Так, один-два дня, если представитель в городе есть. Ну, да, вот какой-то очень короткий срок. А как же за границей с личного счета на карту кидать? Нет, это можно сделать, то есть у вас будет онлайн-банк, да, у вас, заходите в Тинькофф онлайн, например, сайт, либо Сбербанк онлайн, ну, у каждого банка есть там свои такие штуки, да, скажем так, онлайновые. Вы просто заходите, и у вас на вашем мониторе вашего гаджета, компьютера, планшета, телефона отображается вся вот история вашего пользования. Например, я могу сейчас вам показать, у меня стоит очень удобное приложение на телефоне, называется Тинькофф. Я прямо с телефона могу смотреть, сколько у меня там на счете лежит, да, сколько у меня на вкладе, сколько у меня на карте, да, вот он так загружается. Тут нужно ввести пароль, то есть тоже отдельный пароль стоит на это приложение, чтобы там у вас ничего не взломалось и ничего не произошло. Вот, ну и дальше вот вы просто видите, как там у вас происходит, то есть есть счета, события разные, там, ну, это очень удобно. Вы можете просто через телефон, через компьютер со счета переводить на карту, это удобно. В банк идти не надо, Алексей. Да, офисов у них нету, то есть все происходит онлайн, через онлайн-банк это максимально удобно. Вот, к Рине представитель за 10-15 минут приехал. Ну, супер, да, ко мне подольше ехал, ну, как бы, тоже такой опыт был. Далее, финансовая подушка безопасности. Мы с вами все, ну, как бы, начинающие удаленщики. У кого-то лучше получается, да, кто-то уже нашел себя, кто-то едет на Бали в поисках себя, скажем так. Поэтому нужно подстраховаться. Когда приезжаешь на Бали, ну, вот, наверное, самая распространенная проблема, с которой, ну, которую я наблюдала, да, я была наблюдателем этих событий, когда ребята приезжают, у них глаза горят, Бали, сколько всего классного, серфинг, водопады, пляжи, там, разные эзотерические практики. И хочется всего и сразу. И первый месяц все с круглыми глазами носятся по острову. Я сама такой была, я через это прошла. Ну, а работодателям что? Работодателям это, конечно, не нравится. Они хотят, чтобы у них сотрудник сидел и работал, да, а он там на серфинг пошел катать. Поэтому многие в этот момент теряют работу. Либо ребята приезжают в поисках себя, хочется взять там паузу, да, потому что тренинг у нас же все-таки интенсивный, вы все сами знаете по себе. И хочется вот просто месяц ни о чем не думать, просто полежать под пальмой, попить кокос и вообще, чтобы тебя не трогали. Это нормальные процессы, ну, в этом нет ничего такого, да, просто подстрахуйтесь. Возьмите с собой какую-то финансовую подушку безопасности. Ну, обычно я рекомендую из расчета 30 тысяч рублей на месяц взять, да, ну, вот на месяц, на два, чтобы она вас страховала. Не все ребята, конечно, приезжают с ней, это тоже опыт, есть много хороших историй. Ну, вот это в идеале, если есть возможность, да, возьмите ее с собой. Если, как бы, такой возможности нет, ну, тогда вам придется побольше поработать здесь, на Бали, и времени на серфинг и развлечения у вас будет, конечно, чуть меньше. Просто бывает много историй, что ребята теряют работу, потом что-то одно, то другое происходит, просто потом продают ноутбуки, чтобы хоть как-то вернуться домой. Такие истории, к сожалению, были, ну, не всегда приятные истории, но это тоже опыт, который человеку нужно прожить, да, по той или иной причине. Поэтому, ну, просто рекомендательный характер, возьмите финансовую подушку безопасности. Хотя я сама без нее приехала, у меня таких ситуаций не было, вот, ну, это я рекомендую. Что дальше? Аппаратура для работы. Ну, здесь у каждого разные, да, моменты, в зависимости от вашей профессии. У меня бывали истории, я встречаю ребят в аэропорту, они инженеры, они с таким огромным моноблоком приезжают, либо там со стационарным компьютером. Таких историй очень много, потому что это, ну, специальная техника, которая людям нужна для работы, и если она вам требуется, ну, берите ее с собой. Ну, обычно стандартные, это моменты, конечно, бук, да, гарнитура, вот, ну, такие все наушники, мышки. Берите это с собой, здесь на Бали это тоже можно купить. Ну, зачем вам там в первые дни там бегать что-то искать, лучше возьмите все это с собой. Далее, два телефона. Почему именно два телефона? Вот у меня, например, мой обычный телефон, да, тут с интернетом у меня, с сим-картами, гугл-навигация, если я куда-то еду в незнакомое место, вот, все пользуюсь этим телефоном. В нем у меня стоит обычная индонезийская сим-карта, которую я здесь купила на Бали. Но у меня есть вот такой вот неубиваемый телефон Nokia, кирпичик. У меня в нем стоит карта, к которой у меня привязаны все мои социальные сети, все мои банковские карты, они все у меня привязаны именно к этому номеру, вот. И он у меня лежит дома, я его храню там под тремя замками, с собой не вожу, чтобы, не дай бог, не потерять. Потому что если я его потеряю, у меня все к нему привязано, ну, это будет очень большая проблема. То есть я там ни платеж перевести не смогу, ну, ничего. Можно, конечно, в такой телефон ставить две сим-карты, но это небезопасно. Если у вас там украдут, вы потеряете телефон, у вас сразу, ну, две сим-карты пропадут. И не все операторы, да, телефонные могут предоставить возможность дистанционного восстановления карты. То есть должна быть какая-то доверенность, да, или еще какая-то история. Вот, поэтому лучше взять все-таки два телефона, ну, я настоятельно рекомендую. Далее, аптечка. Конечно, нужно взять аптечку с элементарными вещами, да, то есть это другая сторона, у вас могут быть какие-то моменты, там, проблемы с желудком, да, пока не привыкли к акклиматизации. Ну, нормальные такие процессы. Вы можете ее взять, купить какие-то антибиотики, да, лекарства от расстройства желудка, температуры, от головной боли. Ну, элементарные средства. Если вдруг у вас есть какие-то хронические заболевания, вам нужен там ингалятор или вот, ну, какая-то такая история, тоже обязательно берите с собой, потому что, ну, пока вы найдете аналог на Бали, пройдет время, а если это для вас, ну, препарат жизнеобеспечения, да, вам дает, ну, конечно, не нужно себя в такую ситуацию ставить, да, рисковывая для вашей жизни, для вашего здоровья. Ну, убедитесь, пожалуйста, если вы везете с собой какие-то специфические препараты, правила паровозки этого лекарства. У авиакомпании они могут варьироваться, но в целом это примерно одно и то же. Обычно лекарство нужно сдавать в багаж. Бывают случаи, когда можно и вручную кладь взять, да, их просто не заметили. Ну, лучше сдать багаж, чтобы не пришлось отдавать это лекарство. И если вам нужен какой-то ингалятор или что-то такое во время полета, да, нужно взять с собой рецепт от врача, который подтверждает, что действительно это лекарство вам необходимо во время перелета. И тогда, ну, у сотрудника, если возникнут вопросы, почему вы там жидкость, да, с собой там какой-нибудь ингалятор берете в самолет, ну, просто показывайте этот рецепт. Все, вопросы снимаются, и можно спокойно лететь. Так, вопрос от Алексея. Можно, приехав туда, перевести все на местную карту? Так, я совсем поняла вопрос, на какую, на сим-карту перевести все на... А, то есть вы хотите здесь купить местную сим-карту и на нее все привязать. Вы знаете, нет, наверное, это все-таки не лучшая идея, потому что, например, у Сбербанка, если вы картой этого банка пользуетесь, у них такая история, что нужно прийти прямо в банк со своей сим-картой, да, там вам придет, пока вы подключаете онлайн-банк, вам придет прямо около терминала такого для подключения смс, который нужно будет ввести. Но лучше это все-таки все дома сделать, пусть у вас будет одна вот такая иностранная домашняя сим-карта, а одна здесь местная. Вот, ну, потому что соцсети тоже там могут какие-то ограничения выдавать, вот, ну, лучше пусть у вас две сим-карты будут, ну, я рекомендую. Конечно, можно найти ходы-выходы все на местную сим-карту сделать, ну, зачем их искать? Лучше заранее взять две сим-карты. Теплая одежда, да, несмотря на то, что у нас здесь вечное лето, тропики и жара, все равно теплая одежда нужна, потому что если вы поедете покорять вулкан, там очень холодно, там будут какие-то, ну, такие моменты, что кроссовки нужны, да, вы поедете куда-нибудь там, тоже на какую-нибудь гору забираться, либо на пробежку. Плюс вечерами здесь все равно достаточно прохладно, кофта с длинными рукавами никогда вам не будет лишней. Поэтому берите теплую одежду, несмотря на то, что вы едете в страну вечного лета. С нее будут снимать деньги постоянно. Алексей, смотря какой у вас будет оператор и как вы с ним договоритесь. Например, у меня там просто лежит какая-то рублей 100 буквально на этой карте, я ее не пользуюсь, она у меня просто работает для входящих смс-сообщений. Тут нужно уточнить у оператора, какие там условия. То есть роуминг, я ничего такого не подключала, просто у меня сим-карта для входящих смс-сообщений, я с нее не звоню и каких-то дополнительных манипуляций не осуществляю. Просто входящие смс-ки, для разблокировки своих социальных сетей, для проведения каких-то платежей по этой карте, ну в принципе все, больше она мне для чего не нужна. Так, следующий вопрос, который мы сейчас будем разбирать. Цены на Бали. Так, что-то у меня слайд опять не загружается, но думаю, у вас он загрузился. Итак, цены на Бали. Очень интересный вопрос, и он очень компромиссный. То есть все зависит прежде всего от ваших потребностей и от того уровня жизни, к которому вы привыкли. Например, жилье, да, в среднем оно стоит от 140 долларов, но это будет какая-то скромная комната, ну ничего там такого прямо выдающегося не будет. Если вы привыкли к хорошему уровню жилья, вам нужно, допустим, две комнаты, да, вы большой семьей едете, либо вы хотите виллу с бассейном, это, конечно, будет другая цена. Я вам сейчас скину сайт, где можно, вернее, группу, да, скажем так, где можно посмотреть просто варианты проживания, чтобы, ну, примерно понимать, какой уровень дохода, да, какой уровень жизни вам нужен. Здесь можете посмотреть, сколько просто стоит жилье на Бали, это мы сейчас не про деревню РТ-2 говорим, мы говорим просто про, ну, если вы самостоятельно решили жить. Вот в этой группе можете посмотреть, разные варианты, но в среднем, если это самый минимум, это от 140 долларов. Так, вопросы сейчас отвечу. Было опыт, симку надо иногда использовать, потому что операторы могут заблокировать, если долго не видят пополнение звонков, уточняйте тарифы. Да, да, Спартак, это очень хорошее, ценное замечание, такое может иметь место быть, поэтому уточняйте правила у оператора. Нужны ли права на байк? Вообще, ну, конечно, по законодательству нужны международные права, вот так выглядят мои права, ну, сейчас есть пластиковые карточки, но у меня вот такая книжечка, это настоящие права, вот, и у меня с ними, в принципе, проблем нет, несмотря на то, что здесь у меня открыта только категория Б, а вожу я байк, и мне нужна категория А. Но на самом деле это все можно обойти, Индонезия это страна достаточно коррумпированная, то есть, ну, никто вообще не смотрит, потому что у меня нет там нужной категории для вождения данного транспортного средства, просто сел и поехал на байке, да, если у вас нет байка, ну, вас могут остановить, спросить, а где права, вы скажете, ну, дома забыл, и тут уже у вас, ну, включаются ваши способности договариваться, ну, если не получается договориться, придется, придется заплатить штраф, ну, штраф могут с вас очень большие просить разные, но нормальная цена, если вы ездите там без права или шлема, 50 тысяч рупий это, ну, примерно 4 доллара, это тут, в принципе, ну, все в порядке с этим, плюс тут есть, скажем так, ну, такие конторы, которые делают липовые права, вот, ну, разные есть ходы и выходные, вот, ну, я, например, когда ехала, специально оформила себе международные права, чтобы не иметь каких-то проблем, вот, я, в принципе, особо, ну, не сталкиваюсь с этим, если только права дома действительно забывают, ну, лучше оформить, если есть возможность оформить права, если такой возможности нет, то это тоже не страшно, и мы легко это можем решить. Далее, байк стоит в среднем 40 тысяч, 40 тысяч, 40 долларов, вот, в зависимости от того, какой это байк, какой у него пробег, насколько там он новый или старый, вот, какая это модель, ну, в среднем это от 40 долларов. Разовое продление социальной визы, это 50 долларов, если вы делаете его через агента, если вы делаете самостоятельно, цена, конечно, будет ниже, вот, ну, я здесь указала стоимость проживания месяца на Бали именно с продлением через агента. Питание, ну, вот, самый минимум, это 150 долларов, но зависит от того, где вы питаетесь, чем вы питаетесь, какую еду вы едите, едите ли вы мясо, да, или рыбу, либо вы вегетарианин, сыроед, на Бали это очень популярно, думаю, вы все с этим столкнетесь, когда сюда приехали. Ну, вот, примерно, вот, 150 долларов и выше, далее зависит от потребностей. Также момент, готовите ли вы дома, либо предпочитаете есть в кафешках, все-таки готовка и дома, она, ну, экономит вещественную часть этих средств. Да, конечно, конечно, это на месяц, ну, вот, самый минимум я указала. Просто есть, ну, в какой-то мере это стереотип, хотя тоже, конечно, все относительно, что Бали считается, ну, там, дешевым местом, да, кто-то думает, Азия. Да, конечно, ну, относительно дешевле, там, ну, каких-то моментов, да, что здесь дом дешевле, да, чем в России, и еще что-то, но в целом, относительно Азии, Бали – это не самое дешевое место, вот, поэтому, ну, ориентируйтесь на это и учитывайте это при планировании своего бюджета. Массаж стоит 7 долларов, потому что, ну, массаж это все равно расслабляет, иногда после трудового рабочего дня хочется прийти, чтобы тебя там с маслами кокосовыми помяли и ты расслабился, вот. Примерно 7 долларов, тоже цены разные, в зависимости от спа-салона, в зависимости от вида массажа, ну, примерно это 7 долларов. Свежевыжатый сок меньше доллара, стоит 72 цента. Расходы на интернет, газ, воду – 30 долларов. Как правило, это может быть, что уже включено, да, в стоимость аренды дома, но газ вы все равно будете, скорее всего, покупать дополнительно, если вы будете закидывать себе деньги на телефон, да, на интернет, тоже дополнительные расходы, ну, в среднем 30 долларов. На бензин и какие-то бытовые мелочи, да, там, ну, уходит обычно 36 долларов. Если вдруг вы едете большой семьей, байк вам не подходит, то учитывайте, что машина в среднем будет стоить 216 долларов. Таким образом, на месяц нужно, ну, 500-700 долларов расходов, ну, на одного человека. Этот момент нужно учитывать при планировании расходов. Но можно сэкономить, можно жить на Бали за 20 тысяч рублей, там, ну, плюс-минус. Я сейчас вам расскажу об этом, как это происходит в нашей деревне РТ-2, но если вы живете просто в отдельном доме, рассчитывайте 500-700 долларов. Так, по этому моменту, если есть уточнения, давайте задавайте их сейчас. Если нет, то мы переходим плавно к услугам для победителей конкурса «Билет на Бали». Вот, я думаю, вы все участвуете, да, в этом конкурсе, и вам, как победителем конкурса, будут определенные бонусы. Ну, помимо билета, да, который мы здесь встречаем на Бали. Это индивидуальная скайп-консультация по вопросам поездки на Бали, да. То есть, вот такой вебинар, он проходит раз в месяц для всех, может, любой человек прийти, да, выпускник тренинга. Но также можно, если вы победитель конкурса, получить индивидуальную консультацию по всем этим же вопросам, ну, плюс ваши какие-то индивидуальные вопросы, которые, возможно, вы сейчас стесняетесь задать в этот чат. Встреча в аэропорту, она сама по себе бесплатна, вы просто платите за такси. Организация трансфера, соответственно, и заселение в деревню РД-2, либо, ну, в какой-то из домов, которые вы выбрали именно в УБУГе. Ну, и также ежемесячное участие в мероприятиях. Это у нас услуги для победителей конкурса, для победителей конкурса билет на Бали. И суперпредложение, вот, это проживание на Бали за 20 тысяч рублей в месяц. Что это такое? Мы с 1 июня ввели систему, систему пакетную проживания в деревне РД-2. Почему мы это сделали? Потому что мы видим просто ребят, которые приезжают, и нам хочется им помогать, потому что все приезжают, ну, на первой ступени, на второй, да, в своей удаленной работе еще доходы нестабильные. И чтобы как-то вот жить на Бали, ну, нужно что-то придумывать. И чтобы нашим ребятам не приходилось что-то выдумывать, мы создали вот эту пакетную систему, о которой я сейчас расскажу. Например, есть тариф Backpacker. Он стоит 20 тысяч рублей в месяц, туда включена кровать, в хостеле, в комнате там 6 человек проживает, шкафчик. Вы сможете пользоваться интернетом, 20 мегабит в секунду у нас сейчас скорость, но мы ее планируем до 100 повысить, но пока там у нас технические вопросы определенные возникли, это еще в процессе разработки. Внимание, туда входит питание 3 раза в неделю, то есть все, вот в этот пакет вам не нужно больше тратиться на еду, то есть никакие ни 150 долларов, ни больше, уже у вас включено в эти 20 тысяч рублей. Аренда байка, то есть байк это тоже дополнительные расходы, здесь у вас он включен, вам придется только на бензин тратиться. Русская баня по четвергам, бассейн на территории, обучающие тренинги и доступ в сообщество удаленщиков. Все это у нас включено уже в пакет. То есть за 20 тысяч рублей вы можете в принципе припевалочить жить на Бали, но не всем, конечно, подходит жить в комнате с 6 человеками, хочется с соседом жить либо одному, поэтому мы сделали еще дополнительные тарифы. Если вы хотите жить в двухместной комнате, то есть пакет базовые, там комфортабельная двухместная комната, например, вы видели, если видео, которое я включала в самом начале, оно, правда, немножко у нас устарело, сейчас в деревне уже много изменений, много таких новых штук приятных, купили баскетбольное кольцо, теннисный стол, в некоторые комнаты установили дополнительные кондиционеры, то есть много очень изменений у нас идет, ну примерно вы поняли, что из себя представляет двухместная комната. Вот, туда включено все то же самое, только плюс еще комната с соседом. Далее, есть пакет стандарт, он стоит 35 тысяч рублей, туда включена индивидуальная скайп-консультация и сопровождение по вопросам поездки, то есть мы также с вами отдельно созваниваемся и уже будем от вашего момента первого до контакта со мной, мы уже отправляемся с вами на Бали и все эти вопросы идут у нас в сопровождении. Встреча в аэропорту также включена в этот пакет, вместе с такси ничего дополнительно оплачивать не нужно. И сюда еще такой очень важный для многих ребят бонус, у кого нет опыта свободных путешествий, это помощь в покупке дешевых авиабилетов, то есть то, что я сегодня вам говорила, мы это сделаем вместе с вами, то есть вы скидываете откуда вам удобно прилететь, да, с каких городов, какие полетные программы вы рассматриваете и с учетом ваших пожеланий мы подбираем вам максимально удобный авиабилет. И вместе с вами в режиме онлайн мы бронируем этот билет, вы его покупаете, оплачиваете, прилетаете на остров. Далее у нас идет самый крутой пакет, это премиум, туда включена отдельная улучшенная комната без соседа, то есть вы один живете, либо если вы прилетаете с семьей, вы можете по этому пакету жить целой семьей в отдельной комнате, ну только там, естественно, за питание, за байк, за какие-то такие штуки придется отдельно доплатить. А так это уже все включено. Помимо того, что включено в пакет стандарт, дополнительно туда включено оформление страховки, то есть то, что мы с вами обсуждали, это уже будет все включено в этот пакет. Далее включено, ну то есть оформление страховки страховой полис на месяц. Если вы продляете этот пакет, то, соответственно, страховой полис у вас также дальше продляется. Два занятия с инструктором по йоге включено, два занятия с инструктором по серфингу, экскурсия восхождения на вулкан с гидом, то есть есть без гида, но у нас именно с гидом, то есть вы подниметесь на вулкан, там на вулканическом камне приготовите завтрак, жареные бананы, там омлет, что-то в таком роде там происходит, ну это очень прикольная экскурсия, я на нее сама ходила два раза, прям всем рекомендую. Также туда включен рафтинг, личная встреча с основателем сообщества 1 час, то есть вообще у нас основатели достаточно открытые ребята, их часто можно встретить в деревне, то есть на мероприятия, они как получается по времени, все-таки люди загруженные, но в принципе в деревне их можно встретить, если вы живете, там познакомиться, сделать фотографии, там пожать руку, вот, а здесь прямо такая индивидуальная консультация по каким-то вашим вопросам, по вопросам заработка, удаленной работе, либо у вас какой-то личный вопрос, может быть что-то по бизнесу, да, не ладится, какую-то консультацию хочется, индивидуальная консультация тогда включена. И также у нас есть закрытая вип-группа, у нас есть несколько чатов, да, этого чата РД2 на Бали, чат деревни РД2, а в эту закрытую вип-группу там у нас сидят Игорь, Саша, и если у вас вдруг какой-то вопрос, вы можете всегда задать, и они там вам ответят по мере возможности, вот, это все включено в премиум пакет. То есть предложение достаточно вкусное, потому что мы вот так подсчитывали, если жить на Бали просто, вот, ну, без пакета, минимум нужно 27 тысяч рублей, то есть здесь на 7 тысяч рублей выгоднее, да, если пакет Букбекер обращает внимание. Так, сейчас идут вопросы, давайте я отвечу на вопросы. А если ты не победитель конкурса? Вик, если не победитель конкурса, то вот по пакету, да, то есть не для победителя конкурса у нас вот такой вебинар, который я провожу раз в месяц, вы можете ответить, и также есть консультация по деревне, да, то есть по размещению мы можем позвонить, созвониться по скайпу, там, ну, что-то где-то я подскажу, отвечу на какие-то вопросы, вот, ну, прям индивидуального сопровождения, да, такого не будет, ну, там, элементарную, скажем, консультацию, конечно, можно получить. Просто участники потока могут приехать? Конечно, Михаил, у нас очень много участников потока, потому что победители у нас на данный момент 3 участника в месяц, да, 3 человека в месяц, а в остальное в комнатах живут просто победители. На самом деле у нас вот до сентября уже были все комнаты распроданы, но заявок приходит достаточно много, мы сделали, вернее, делаем сейчас дополнительные комнаты, чтобы мы могли больше ребят принять, вот, потому что комнат было недостаточное количество, сейчас расширяемся, чтобы мы могли также предоставлять ребятам места. Можно приехать также, если вы не выпускник тренинга, да, у вас есть, например, друг, вы хотите с ним вместе приехать, это тоже все можно приехать. А если вы не выпускник, а не участник РД-2? Да, вот как раз я об этом говорю, вам тоже можно приехать, конечно, в приоритете мы отдаем место нашим РД-2-шникам, если у нас будет ситуация, что мы можем там просто левому человеку, да, либо нашему выпускнику, конечно, мы пойдем навстречу нашему выпускнику, для нас это приоритетное обязательство перед ребятами. Вот, также я немного хочу рассказать про наши мероприятия, да, то есть везде в пакетах написано, что доступ в сообщество, обучающие тренинги. У нас есть три очень больших крутых мероприятия в месяц, мы в прошлом месяце, да, вернее, в конце вот этого месяца, недавно буквально разработали новую систему, будем немного по другой системе работать по мероприятиям. У нас будет День путешественника, то есть посвящение путешественнике, мы сделали некий ребрендинг, теперь это День путешественника, это будет очень крутая вечеринка с разными известными личностями в мире интернета, блогерами, там будет у нас аукцион интересный, вечер не талантов, ну, будет очень прикольно, глобальное такое мероприятие, наверное, не только в рамках сообщества РД-2, а вообще, в принципе, в рамках острова Бали. Это будет действительно интересно. Следующее мероприятие – это Балифест, это трехдневный фестиваль знаний, мастерства, профессионализма. Мы туда приглашаем крутых спикеров, например, Сергей Азимов, Сергей Всевсвятский, Ольга Алексея Валяева, ну, наши основатели, разумеется, вот. Своим ходом у нас ребята были на таком фестивале. Также был основатель Джаз Клика, не основатель, а генеральный директор Джаз Клика. Вот, то есть, как только на Бали приезжает какой-то известный человек, мы там двумя руками к нему ведем переговоры, и чтобы он был на нашем фестивале, и ребята просто могли с ним пообщаться. То есть, три дня у нас выступают разные спикеры в разное время, ну, и направлены на прокачку каких-либо навыков. То есть, там такие вопросы, как зарабатывать в интернете, удаленная работа, вопросы бизнеса, также есть эзотерические вопросы, то есть, какие-то тренинги, мастер-классы, мероприятия проходят, вопросы жизни на Бали, вопросы здорового, питания, да, вот, все это включено именно в Балифест. Следующее мероприятие – это деловой десант. Очень интересное мероприятие, это такая бизнес-игра, направленная на выход из зоны комфорта. Мы ее проводили раньше, достаточно давно, сейчас у нас уже сменилась аудитория, те ребята, которые в ней принимали участие, уехали с острова, мы почему-то потом ее, ну, перестали проводить. Сейчас решили к этому вернуться, то есть, это будет такой своеобразный квест, будет список каких-то заданий, которые каждая команда должна выполнить, путешествия по острову, путешествия по острову, и они все будут направлены на выход из зоны комфорта, на вашу прокачку, и после нашего делового десанта, поверьте мне, вам потом вообще любое море по плечу. То есть, ну, очень интересная, крутая игра. Так, вопрос от Ольги. Когда нужно отправлять заявку? Нужно оплатить заранее? Ольга, смотрите, в зависимости от того, когда вы планируете приехать, то есть, мест может просто не быть, поэтому нужно написать мне ВКонтакте, давайте я еще раз скину сейчас ссылку заранее, чтобы я посмотрела, есть ли места на ваши даты, потому что, к сожалению, мест может не быть, вот, напишите мне прямо сейчас после вебинара, я буду отвечать на сообщения, которые мне приходят, я посмотрю на вашу дату, есть ли место, есть ли место есть. Нужно срочно бронироваться, вносить предоплату, предоплата минимально это 5 тысяч рублей, остальную сумму вы можете внести за 30 дней до поездки на остров. Но, ребята, пожалуйста, не затягивайте, потому что у меня был в прошлом месяце, ну, такая, не в прошлом, начале этого, получается, да, в июне, ситуация, что ребята просто затянули, да, а комната ушла, а их было три человека, ну, конечно, они расстроились, потому что они хотели не просто на бале, а все-таки именно в сообщество, да, ну, тут я придерживать как-то не могу, да, потому что если у меня там пишут ребята, я вот, ну, по принципу, кто успел, да, отдаю, вот, поэтому лучше все-таки заранее, вот, поэтому момент по пакетам, если нет вопросов, я хотела рассказать вам, а если да, то точно еще неизвестны. Ага, и про балифест вопрос, балифест, да, каждый месяц будем проводить, если да, то точно еще неизвестны. По поводу дат, то есть мы можем сделать бронирование с открытой датой, но если раньше я его делала спокойно, потому что мы только начали продажу этих пакетов, да, скажем так, и я могла позволить сделать открытой датой, сейчас это немножко, ну, уже не так свободно, вам нужно знать хотя бы приблизительный месяц, то есть вы говорите, ну, вот в октябре, ну, не знаю, какого числа, там, 7-го или 10-го, мы можем сделать, да, в этом плане, там, что-то как-то скорректировать график, но если вы даже месяц не знаете, там, декабрь, ноябрь, да, ну, там как бы сложно, все-таки нужно с месяцем определиться. Допустим, я взял пакет бэкпейки, и по причине я решила уехать на недельку в ближайшие странные острова, а я могу спокойно вернуть и дожить месяц в деревне. Так, смотрите, здесь какой момент, то есть, ну, у вас оплачено на месяц такого-то по такое число, и живете вы там эту неделю, да, или не живете, ну, это все равно, да, то есть вы оплатили за месяц, единственное, что вы можете какого-то своего друга, да, на этот месяц просто комнату пересдать, он вам вернет деньги. Так, у нас, ну, график очень такой жесткий, то есть у нас ребята приезжают, сразу заезжает следующий, и в этом плане мы не сможем, к сожалению, быть гибкими, просто потому что деревня, ну, она сейчас не может вместить, да, там как-то на неделю перемещать, тут можно просто пересдать. Нет, место не заберут, то есть она будет за вами, а на неделю вас будет ждать, она уже у вас оплачена, конечно, нет. Вот, ну, у нас на самом деле был такой опыт, что сейчас девочка на 4 месяца сразу забронировала, потому что, ну, едет с билетом в один конец, чтобы, ну, не упустить место, это хороший опыт, я рекомендую заранее все-таки говорить, чтобы надолго, чтобы комната в деревне была за вами, пожалуйста. И еще, знаете, хотела вам рассказать про бонус. Уборка включена, да, туда включена уборка, пользование кухни, у нас кухня достаточно хорошая, сейчас там есть духовка, блендер, два холодильника, пользование бассейном, уборка территории, на территории есть кафе, кафе по очень выгодным ценам. Нет, Вик, стиралки нету, стиралки на данный момент нет, но рядом с деревней есть очень много прачечных. Вообще, в принципе, на Бали в домах не особо распространено наличие стиральной машины, поэтому, ну, это вот как повезет. У меня, например, в доме есть стиральная машина, но я его и снимаю за 6 миллионов, то есть у нас две спальни, стиральная машина, машинка, вот, ну, пока нет. Да, деревня Ирина Вубуди находится. Так, по поводу бонуса, сейчас расскажу вам. У нас есть волонтерская программа, то есть она не для всех, я вам сейчас кину ссылку на сайт деревни РД2, если кто-то еще не видел, 6 миллионов рупий, то есть это 30 тысяч рублей, Ольга. Так, смотрите, вот, это сайт деревни РД2, зайдите, пожалуйста, ознакомьтесь, там есть такая вкладка, как волонтерская программа, вы можете приехать к нам в деревню и пожить там бесплатно один месяц, то есть есть такая возможность, вы должны 4 часа в день уделять облагораживанию территории деревни, облагораживанию нашего сообщества и трудиться на благо нашего общества, да, скажем так, если вы талантливы в проведении мероприятий, мы очень этому рады, вы можете реализовывать себя в проведении мероприятий и жить бесплатно. Но мы сейчас, у нас количество волонтерских мест ограничено, программа уже запущена, есть бронирование на несколько месяцев вперед, в зависимости от того, когда вы приезжаете, я могу посмотреть, ну, насколько мы можем вас принять, и сейчас приоритеты мы отдаем мальчикам, мальчикам с руками, которые могут что-то красить, чинить, строить, если вы можете проводить там электричество, да, вот, ну, проводку делать, ну, это вообще в приоритете, вы на вес золота, мы вас ждем, напишите мне, пожалуйста. Нам очень нужны мальчики на волонтерскую программу, потому что заявок приходит больше от девочек, но девочкам мы тоже рады, у нас недавно Маша Шарапова проходила стажировку, тоже девочка-выпускница какого-то из предыдущих потоков, я не помню, 37-й, по-моему, вот, она проводила растяжку, также помогала в деревне, ездила ребят встречать в аэропорт, ну, это очень классно, это всегда интересный экспириенс, просто пожить в сообществе, да, пропитаться культурой Индонезии, это очень интересно, поэтому, если вам интересно участие в волонтерской программе, подавайте, пожалуйста, заявку через сайт, вот, ну, еще, знаете, такой момент мне очень, я обычно разбираю все заявки, которые приходят через сайт, мне часто приходят заявки такие немножко смешные, да, то есть, нас же всех учили, да, на нашем тренинге, первом шаге РД-2, как нужно правильно писать работодателю, да, обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что приходят письма, там, что ты можешь делать, да, чем заниматься в деревне, там, мне пишут верстать сайт и, там, заниматься дизайном сайтов, ну, как бы нам деревню, зачем дизайн сайта, да, то есть, нам нужен человек, который в деревне что-то может, да, привнести, да, поэтому, пожалуйста, пишите с позиции того, что у нас кастинг, да, пишите максимально, что вы можете делать, вот, и ваша заявка будет тогда в первую очередь рассмотрена. Так, девочки тоже, мы девочкам рады, конечно, Елена, если вы девочек, это очень хорошо, мы вам будем рады, пишите заявку, будем рассматривать, потому что, ну, у нас сейчас есть возможность некого выбора волонтеров, кто для нас более ценен, чьи навыки нам на данный момент больше необходимы, ну, приоритет, конечно, будем отдавать там уже по ситуации. Я диджей с опытом работы с сантехником в разной работе строительстве. Вот классно, я не знаю, как, насколько, как диджей мы вас применим, но вот сантехника и строительство это вообще на весолоке, поэтому напишите мне обязательно, будем планировать дату вашей поездки. Вот, ну что, ребята, у вас остались какие-то вопросы, возможно, которые мы не рассмотрели, давайте сейчас еще пообщаемся. А я сейчас пока запущу опрос, писать, пожалуйста, ваши оценочки, насколько вам было полезно вообще на вся нашей встрече. Вот, интересно увидеть вашу обратную связь. Так, ребят, жду вопросов, если еще вопросы остались. Так, давайте я скину еще раз продублирую ссылку. Кто ко мне не добавился в друзья, добавляйтесь. Пишите сообщение, что вы хотите на Бали, и я буду смотреть, есть ли места на ваши даты. Также, для вдохновения, мы вас всех очень ждем на Бали, у нас на Бали классно, у меня есть свой YouTube-канал, где я выкладываю раз в три дня, обычно стараюсь всякие видео с наших путешествий, совместных каких-то интересных местах. Я тоже хочу поделиться ссылочкой на YouTube-канал, черпайте вдохновение. Вот, мы очень рады каждому путешественнику, друзья, поэтому я сегодня была вас крайне рада увидеть. Надеюсь, что мы увидимся на острове Бали теперь. Отправляйте заявки, пишите мне, когда вы планируете поездку, будем с вами созваниваться и уже детально решать вашу ситуацию. Так, вопрос? Да, Мария вот, кстати, у нас уже бронировала, насколько я помню. Мария скоро совсем приедет. А еще, знаете, хотела скинуть вам ссылку на нашу группу в Центр подготовки удаленных сотрудников на Бали. Вступайте в нее, добавляйтесь в нее. Там я обычно делаю репосты со страниц наших ребят, кто уже живет на Бали. И просто это для вдохновения, какой-то внутренней мотивации очень интересно. Вы видите, что у нас в деревне проходит, чем вообще дышит наше сообщество, чем занимаются ребята. Ну, это всегда очень круто. Я просто, ну, по себе знаю, да, когда ты живешь в России, ты поставил себе какую-то цель, окружение, оно не всегда соответствует, да, какому-то твоему запросу. То есть, говорит, а, какое путешествие, а какой тебе вообще Бали может быть. А здесь ты как-то подпитываешься положительными эмоциями, поэтому я настоятельно рекомендую вступить, просто ознакомиться с ребятами, которых я выкладываю на страницах этой группы, задавать им какие-то вопросы и вообще активно общаться. Вот, потому что у нас очень интересная комьюнити, у нас проходят медитации по утрам, у нас сейчас Гриша живет в волонтерном, это просто космос какой-то. Вы можете себя найти всегда, то есть, есть художники, кто живут, проводятся уроки рисования, то есть, мы все делимся друг с другом своими талантами. У нас недавно приехал Никита тоже, по пакету базовый, по-моему, он прилетел, сейчас живет в деревне, будет проводить занятия по гитаре. Поэтому, если вы, ну, у вас такая активная жизненная позиция, вы тоже в деревне можете себя реализовать за этот счет. Вот, ну что, ребят, если вопросов нет, я очень вам рада, спасибо за то, что уделили это время мне, нашему вебинару. Добавляйтесь, друзья, будем поддерживать связь, и до встречи на Вале, пока!